Привет, мои любимые, дорогие зрители! В этом видеоролике с вами поговорим, что можно сделать, если ко мне попадет или к каким-то мошенникам номер вашей карты банковской. Просто номер, просто эти 16 цифр. Карточка взята, скажем, для реквизита. Но, друзья, прежде чем начать мое повествование, во-первых, хочу очень сильно перед вами извиниться за то, что я рассказывал о том, что нету таких случаев, где сотрудники военкомата кого-то тащат, применяют силу. Действительно, такие случаи, к сожалению, есть. И это, мягко говоря, меня шокировало. Когда люди не хотят идти куда-то, не хотят с ними вступать в какой-то диалог, они начинают их за руки хватать. Есть даже случаи, где приезжает полиция. Все эти видеоролики в Ютубе, по понятной причине я это все не показываю, есть в моем телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь, кто еще не подписался. Так что давайте, друзья, перейдем к нашей теме видеоролика, к этим самым вот карточкам, которые, я так понимаю, есть, наверное, у большинства людей на сегодняшний день. Если, конечно, вспомнить даже не школу, а даже когда я учился в Морской Академии на юриста, там есть юридический факультет, сразу отвечу всем на вопрос по-воду, что Морская Академия и юристы, то действительно эти все карточки, они были, ну, чем-то таким, весьма, скажем так, сложным, весьма таким, ну, мягко говоря, недоступным. И всегда люди, даже если у нас получали студенты стипендию, либо получали преподаватели зарплату, конечно, понятно, что старались сразу просто платить с этой карточки, снять, потому что это не было таким удобным, как сейчас, средством оплаты, что практически везде, если есть, конечно, электричество, можно оплатить, и я думаю, что так оно будет в дальнейшем развиваться и, как говорится, все больше. И, соответственно, возникает один вопрос, ну, к примеру, вот такую гипотетически представим ситуацию с вами. Вы разместили какое-то там объявление где-то в интернете, ну, на OLX пускай, и хотите там продать какой-то товар. И, естественно, кто-то там с вами связывается и говорит, о, мой друг, я хочу купить там у тебя твое, вот это, что ты там продаешь, то, что, скорее всего, никому нафиг, как говорится, не надо, и скинь мне карточку. Вы скидываете, естественно, эти свои 16 цифр, и что с ними можно сделать? Ничего нельзя сделать, ведь я думаю, что все мне об этом напишут в комментариях, я более чем уверен, ну и что? Карточка, и, как говорится, карточка. Вы ее скидываете, понятно, что тот человек теряется, и тут, возможно, с вашей карточкой и с вами лично вполне есть большая возможность, что будут работать, будут с вами пытаться на вас заработать, ну, естественно, как выдавив деньги с карточки. И, опять же, вернувшись к тому вопросу, что вы мне скажете, а как это сделать? Ну, надо начать с того, что у нас есть в интернете ряд сервисов. Например, сервис определения банка по номеру карты, пробив номера карты, пробив по номеру карты банка, узнать банк по номеру карты. Эти самые сервисы, которые есть в интернете, дают возможность узнать ваш банк по номеру карты. Узнать, кстати, зачастую страну и даже иногда регион, если это речь о больших каких-то странах. Конечно, друзья, всем нам с вами не чужден PrivatBank, и при том, если вы знаете номер карты, вы можете его просто ввести, и сразу вам подтянется фамилия, имя, отчество владельца. То есть, уже мошенники по номеру карты знают фамилию, имя, отчество владельца. Либо через эти сервисы, либо по средствам простого ввода, потому что PrivatBank, ну, на самом деле, у большинства, честно сказать, граждан, и это является самым популярным нашим банком в Украине, потом только идет Monobank. Сейчас хочу сделать небольшую паузу и уверить всех вас, друзья, в одной вещи, что зная уже номер карточки, зная номер телефона и зная банк ваш, а также фамилию, очень-очень много можно с людей выдавить. Уже, как говорится, идет звонок, уже говорят к вам, там, фамилию вашу, имя, отчество называют, называют номер телефона. То есть, уже здесь с человеком, который где-то не окрепший, который где-то готов реагировать на все эти звонки по интернету, то, конечно, здесь уже с этим человеком можно начинать работать. Здесь я говорю о той информации, которую можно получить легально, без каких-либо сложностей, без каких-либо обращений к тому самому Даркнету. Кто, естественно, умеет пользоваться Даркнетом, умеет пользоваться известным браузером для Даркнета и заходит на соответствующие форумы, там есть люди, которые могут за определенную плату по номеру карточки дать гораздо больше информации. Так же, как и по номеру телефона. Могут предоставить информацию, уже там адрес, где кто оплачивает, счет, актуальную информацию. Ну, в общем, достаточно серьезно можно собрать по человеку информацию. Так сказать, чем человек живет, чем он дышит, то есть, эту информацию тоже можно собрать. Понятно, что интернет это не такое милейшее место, где милейшие люди, тем более этот интернет. Даркнет там, где вообще может быть и мошенничество, и кидаловое обман, и в таком же интернете. Да, это может быть. Каких-то, конечно, понятно, я этими вопросами не занимаюсь. У меня нету своих людей, которыми я могу порекомендовать для того, чтобы обращаться. Но на самом деле, всю эту информацию можно о человеке собрать, о его карточке и, естественно, о его состоянии. Где он что, где тратит. Полностью даже собрать все банковские выписки, включая даже его фотографию. Вот тут вы еще спросите и скажете, подожди, откуда вот эти все люди в интернете, которые на даркнете, откуда они вообще могут знать вот эти данные? Подожди, они же есть банковская тайна, они находятся в банке, они находятся под законом, под защитой закона, то есть, никому их передавать нельзя, никто о них узнать не может. Тут я, конечно, вспоминаю ту историю, когда сотрудники банка, одному известного у нас в Украине, украли у человека деньги с депозита. Они это сделали достаточно просто. Взяли, написали, что он эти деньги получил и поставили за него поддельную подпись в графу. Когда человек уже через какое-то время пришел туда, оказалось, что эти сотрудники уволились и убежали. И в дальнейшем это было очень долгие разбирательства. То есть, вы меня поняли, человек потерял деньги, потом судился, потом это все было очень долго. Я об этом рассказывал, честно, у себя на канале. Тема не в этом. Тема в том, что не везде же работают люди, и не всем можно из них доверять. То есть, эти все данные, ну, понятно, кто сливает. Естественно, сотрудники банка, те, у кого есть возможность, скопируют их и продают каким-то дельцам в интернете. Все очень просто. Откуда берется информация? Вообще информацию о счетах, о том, сколько у вас там денег, оплаты, транзации, выписки, могут получать у нас правоохранительные органы в рамках решения суда, либо на сегодняшний день они тоже могут просто напрямую обращаться с запросом и им дали такую возможность. То есть, правоохранители, либо суд, если какие-то дела, какие-то разбирательства идут, там, по материальным каким-то вопросам, могут давать соответствующие запросы в любой банк и, естественно, будут получать на это ответы. А все остальные, это понятно, сделать не могут, включая, кстати, налоговую, несмотря на то, что постоянно разгоняется в интернете. Зачем я вам рассказал про полицию? Это для того, чтобы мы с вами понимали, вот когда кого-то обманывают в интернете, это происходит постоянно. Пишут заявление в полицию, пишут заявление на какие-то там сайты киберполиции, они в свою очередь ничего не делают. То есть, человек, обычный человек, может гораздо больше собрать информации, по идее, чем полиция. Просто это говорится о том, что полиция-то может собрать всю информацию и вычислить человека, где он находится, если кто-то кинул вас, собрал деньги на свою карточку либо на карточку, которую он оформил на дропа, то тут, естественно, это просто дело в том, что наша полиция, как я всегда говорю, не хочет ничего делать и не хочет ничем заниматься. Какой из этого можно всего сделать вывод? При желании мошенники, начиная с того, что получить ваш номер карты, могут в дальнейшем собрать всю информацию. Я показал, что это можно сделать достаточно легко, даже если откинуть всякие даркнеты и все остальные способы, какие-то сложные, с какими-то оплатами, где кто-то там может вас обмануть. То есть, собирается вся эта информация и в дальнейшем делается звонок. Ну, вы, я думаю, знаете, вот эти все их филиалы банка, где они там находятся, на какой зоне, кто там где сидит при этом, я думаю, все догадываются. И они обзванивают эти колл-центры из СИЗО, колл-центры из какой-то там зоны, обзванивают людей, имея вот эту всю информацию, которую я говорю, когда ты уже знаешь фамилию человека, когда ты знаешь телефон, ты знаешь номер карточки, когда у тебя есть какая-то информация, где кто-то оплачивает, то, естественно, здесь манипулировать человеком гораздо будет проще, и гораздо будет проще выдавить у него деньги. Ведь там есть всякие возможности, присылают смс-ки, присылают, ну, это немножко не тема данного видеоролика. Я пытался просто вам в этом видеоролике показать, что посредством, если человек знает вот эти 16 цифр с карточки, то в дальнейшем можно уже достаточно простым путем собрать эту всю информацию, и для этого не надо быть каким-то гением, и там прям все на свете знать. И про полицию я тоже специально вам рассказал, чтобы вы, друзья, не доверяли, чтобы вы были всегда на чеку, и если вам кто-то звонит, говорит, что ваша карточка заблокирована, у вас там какая-то подозрительная транзакция, что если там кто-то что-то хотел взломать, какие-то смс-ки, то всегда надо к этому относиться с недоверием, и помнить то, что избитая уже точно фраза, что сотрудники банка никогда не звонят и не просят предоставить информацию с вашей карточки, особенно то, что там сзади этот всеми известный ЦВВ-код. Если передадите все, ну, понятно, трехбах, остались вы без денег. А на нашу правоохранительную систему, как вы понимаете, к сожалению, рассчитывать, дорогие друзья, не приходится. Я думаю, на этом закончу мое повествование, дорогие друзья. Если видео вам понравилось, пальцы вверх поставьте. Кто не подписался еще на канал, подпишитесь. Буду держать вас в курсе о всех новых изменениях в нашем законодательстве, а также о том всем пам-пам-пам-пам-пам, то, что происходит в нашем мире. До новых встреч, всего самого наилучшего и, конечно, всем света! Субтитры создавал DimaTorzok